Моя проповедь будет отвечать на вопрос, для чего пришел Иисус Христос. И мы рассмотрим ответ из первого послания Иоанна, как объясняет это апостол Иоанн. Из третьей главы я прочту два текста выборочно. Первое послание Иоанна, третья глава, пятый текст и восьмой выборочно. И все мысли я буду говорить по третьей главе. Кто хорошо знает это послание, может быть наизусть выучил, тот легко будет слышать, из каких стихов я эти мысли беру. И я не буду говорить, это стих такой-то, этот стих, оно немножко затруднит и время будет лишнее. Читаю пятый текст. И вы знаете, что Он, имеется в виду Иисус Христос, явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в нем нет греха. И восьмой текст. Для этого-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Два момента. Первое, чтобы взять грехи наши, и второй, чтобы разрушить дела дьявола. Я понимаю, что это выражение, наверное, немножко сложное, отчасти нам понятное. Но чтобы нам больше и глубже рассмотреть эти понятия, и чтобы действительно поклониться. Вот когда я размышлял над этим, то я поклонялся Богу. И эта цель будет в моей проповеди, чтобы нам поблагодарить Бога. Но те, кто уже это имеют. И, конечно, задуматься об этом те, кто не имеет это еще. Я предлагаю рассмотреть два состояния. То есть увидеть эту картину. Собственно, зачем Иисус пришел, чтобы разрушить дела дьявола. Вот, может быть, кто-то даже первый раз сегодня на собрании находится и слушает проповедь. И вопрос может такой, а зачем вот такое? Явился, родился, чтобы дела дьявола разрушить, чтобы взять грехи наши. А что такое произошло, собственно? В этой главе мы можем увидеть два состояния, в которых могут находиться люди. Первое. Это состояние называется греховное. В греховном состоянии. В этом состоянии первый, кто находится в греховном состоянии, дьявол. И он так говорит, что сначала дьявол согрешил. Это состояние характеризуется таким понятием, как тьма. Мы еще потом шире чуть будем говорить. Люди, которые имеют такое состояние, названы детьми дьявола. Очень жестко так. Почему так? У них, своими словами выражаюсь, есть общий генетический код. Что это такое? Вот, допустим, недавно захожу в магазин. В магазин, который захожу раз за три в год всего лишь. Ну, не посещаю его. И так получилось, что зашел. В зимней одежде шапка рабочая такая вся. И женщина-продавец говорит, можно я вам посчитаю еще 20 тенге долга за вашего младшего братика? У меня не было сдачи, и он теперь будет мне должен. Она не спросила мою фамилию. Она не уточнила, это мой брат. Мне вон сколько лет. А братик, я не знаю, может быть ему 7 лет, какой из них приходил. И как эта схожесть, как это она обнаружила, вычислила? Есть генетика, что-то есть общее. У меня есть, или у нас есть отец общий, один. И вот что-то передалось. Или недавно захожу в один дом по работе. Первый раз вижу женщину. Она говорит, опять же, в зимней одежде, уже в другой теперь, в парадной. Вот шапка так вот одета. И она говорит, ты же Горбунов? Я говорю, да. Я не знаю, как ее зовут. Первый раз ее вижу. И она меня, скорее всего, первый раз видит. Что это такое? И мы, даже с братьями своими, мы разные. Но люди очень узнают. Когда мой отец призывался в армию, то его рост составлял метр восемьдесят шесть. И вот теперь как-то, сколько-то уже лет назад, я в военкомате стою, и измеряют мой рост. И фиксируют. Метр восемьдесят шесть. Как так? Как так в сантиметр прям? Генетика. И вот здесь Иоанн, вот эти выражения образные, но передают четко суть. Состояние греховное. Люди, которые находятся в этом состоянии, названы детьми дьявола. У них есть общее. Они имеют что-то одно. Здесь есть иллюстрация такая. Каин. И на этом примере Иоанн объясняет, как это вообще происходит, почему он так называет. И этот Каин, он убил Авеля. Это было зло. По каким причинам убил Каин? Две причины. Первая. Иоанн говорит, потому что дела его были злые. Или я перефразирую. Потому что сущность у Каина греховная была. Это не случайность. Вот бывает так, что меня вывели. Человек, который выходит, заходит, выходит, заходит, выходит, заходит. Это прихожанин. У него сущность такая. И Каин убил Авеля не потому, что он его вывел. Или его вывели из равновесия там или еще как-то откуда-то. Иоанн четко говорит, потому что дела его были злые. Это первая причина. Это самая главная причина. Это состояние, которым обладает человек. И вторая причина, потому что дела, а дела брата были праведны. Или по-другому можно сказать, что Каин не мог терпеть правды. Вообще, сатана, это слово, буквально означает противник. Он противится всему Божьему. И Иоанн тоже, как иллюстрация здесь в этой главе, он говорит, вы не дивитесь, что мир нас ненавидит. Несколько раз эта мысль говорит. Под миром он подразумевает тех людей, которые как раз-то имеют это греховное состояние. Они не могут терпеть ничего Божьего. Они напрягаются. И даже это может быть неосмысленно делают. Можно так сказать, не переносят на дух. Ожидание этого состояния, состояния греховного, смерти, говорит, то есть они не имеют вечной жизни. Еще, они чувствуют осуждение, над ними гнетет суд Божий. Это как бы по умолчанию, то есть это даже не нужно объяснять, это им понятно. И даже, может быть, он ни разу не был на собрании, но он чувствует вот эту тяжесть гнета и суда. Это его страшит. Он боится встретиться с Богом. И он вообще бы хотел Бога как-то и убрать, может быть, даже умертвить его. Это все состояние сейчас первое, состояние греха. Для чего явился Иисус Христос? Они не могут молиться по этой главе. То есть они не могут общаться с Богом. Им страшно поднять голову вверх. У них нету дерзновения с Богом разговаривать. Вообще общего у них нету. Ну разве только в ЧП, когда случится. А вообще для них это чуждо. Им больше присуще смотреть какие-то фильмы развращенные. Сквернословить. Это вот очень рядом все. Это очень запросто. Это без смущения всякого происходит. Но помолиться Богу для них это какая-то гора непостижимая. По-настоящему молиться Богу, своими словами, душа в душу поговорить с Богом. Другое состояние – это состояние праведности. Или положение праведности. Или здесь еще пребывать в Иисусе Христе. Также есть тут такое выражение «ходят во свете». Это тоже образно. Вот теперь я немножко хотел бы про тьму и про свет. Чуть-чуть понятнее сказать. Кто ночью ходит по Астраханке? Дети, кто ночью ходит по Астраханке? Вы-то спите, не видите. Ну как вы думаете? Может быть слышали. Какие люди ходят, имеется в виду? Воры ходят ночью? Ходят. Те, кто пьет водку, тоже ночью ходят? Да, машут, ходят. Убийцы ходят, разбойники? Да, и у нас дома были они ночью. Почему ночью? Это тоже образное выражение. Иоанн вот эту категорию людей относит к тьме. Эту же, которые имеют праведность к свету. Это другое совершенно. Здесь можно сказать, что здесь чисто все, здесь правильно. Еще про этих людей, про праведных. Они являются детьми божьими. То есть у них наоборот теперь генетика божья есть. Они унаследовали природу от Бога. Эта природа их подвигает любить правду. Это совершенно разные полюса. Человеку не присущи. Вот за Иисуса Христа сказано, ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. И я когда прочитывал, как бы знаете, а что здесь особенного? И вот сейчас спросить, друзья, нет, зачем? Выйти даже, может быть, на улицу и спросить, ты любишь правду или беззаконие? Ну, человек посмотрит, скажет, ну ты что? Конечно, правду. И только правду. Это не так. На самом деле это не так. Они любят правду. Они убегают и отвращаются от греха. Вот мне нравится характеристика Зайова. Написано, человек непорочный и почему-то добавляется. И так понятно, что непорочен тот, кто не делает грех. Грех, ну, добавляется, и удаляющийся от зла. Вот, друзья, вот эти вообще два разных абсолютно направления. Направление к Богу. Вот я говорил про молитву, да? И здесь удаляться от греха, удаляться от зла, не бежать за грехом, а убегать от него, это только новая природа. Это генетика Бога. Здесь написано еще, что он очищается, имеющий надежду очищает себя. Очищает, можно по-другому сказать, он меняется. Он не просто исправляет какой-то один грех. Он в сути преображается. Он осуждает грех, он осуждает свой характер. Допустим, кошка. Ей присуще каждый день чистить свою вот эту шерстку. Она лежит хвост, ноги, шею. Вот, допустим, другое животное, свинья. Кто замечал, чтобы она копыта лизала там, может быть, или еще как-то вот чистила себя? Мне кажется, даже она так устроена, что она не может согнуться так даже. Вот это две разных абсолютной природы. Я сейчас не называю вот этими животными. Это для иллюстрации. Чтобы понять, что значит очищает себя. Как это вообще не присуще состоянию в греховном или тем, кто относится к детям сатаны здесь, это вообще никак не присуще. Ну как? Ну, может быть, бывает он извиниться там. Ой, извините, на ногу наступило. Нет, это не про это. Это не про это. В сути меняться, серьезно уходить и удаляться от этого совершенно не присуще. Эти же люди, это просто чудо какое-то. Они сами занимаются своим очищением. Они на это сконцентрированы. Они об этом думают, переживают, серьезно относятся. Это генетика Бога. Они тянутся к Богу, они молятся Богу. Это тоже не присуще для грешного человека. Каин пошел от лица Бога. Адам спрятался от Бога. И мы только уходим от Бога. И тут вдруг что-то необыкновенное. Иоанн говорит, мы можем с дерзновением молиться. И они молятся. Они общаются. Это не то, что когда дочь уже при смерти, и человек начал молиться Богу. Это не есть молитва еще. В том смысле, что общение с Богом. Это совершенное чудо. Он любит братьев. То есть любит людей. И опять-таки это очень не присуще. Вот какие животные могут убивать своих сородичей? Ну хотя бы. Ну допустим, съесть могут. Собака. Может съесть собаку? Очень редко. Но мы были как-то на севере и видели лайки вот эти, как такие, на волков уже похожие собаки. И нам местные жители объяснили. Мы увидели, как толпа собак грызет другую. Вот. Ну умертвило. И нам объяснили, что поселок делится на два лагеря между собаками. И вот эти, которые сюда приходят, они у них начинаются всегда вот это войны. Это было жутко видеть. Это какие-то, ну ненормальные собаки. Человек может убить человека? Верх творения совершенства. Запросто. Как все перекручено, как все искорежено. И здесь вот за Каина. Смотрите, для сравнения. Каин убил Авеля. А вот эти, они могут положить душу свою за братьев. Это же вообще разные полюса абсолютно. Как такое может быть? Там не то, что убить кого-то. Он свою душу возьмет и отдаст за ближнего, за брата своего. Этот человек так не может делать. Это присуще Божьей природе. Это генетика Бога. Они не имеют осуждения в своем сердце. Над ними не висит вот этот гнет. Да, ой, если только суд. Ой, только бы конец света будет. Там чипизация будет. У них нету гнета осуждения, потому что они чистые. У них есть дерзновение с Богом. Перед Богом и в день суда. Они делают благоугодное перед Богом. Это тоже вообще не присуще человеку. Бог им дал своего духа. Но их мир ненавидит, терпеть не может. Хотя они не причиняют ему зла. Они не убивают. Они ночью не ходят, чтобы воровать. Они бунты не устраивают. Но их мир на дух не может переносить. Потому что совершенно разные природы. Это не то, что я зашел в магазин, и вот так вот на меня продавец посмотрел, и так сплюнул, и говорит, иди отсюда, не буду тебе хлеб продавать. Ненавижу тебя, там, баптисты, там, или еще что-то. Нет. Но раз Писание так... Потому что, во-первых, мы не знаем же, кто продавец, да? Может быть, у него есть предрасположенность к Богу. И может, внутри уже какие-то процессы идут. Еще раз. Мир, когда здесь Ян говорит под мир, то это те люди, которые вот имеют сущность дьявола и противятся всему Божьему. Хотя, я думаю, и в том числе и продавец тоже. Он может улыбаться, он может еще как-то вести, но в сущности он вообще другой. И все Божье ему противно, и вот как-то вот так вот. Мы вернемся теперь к этому вопросу. Иисус пришел, я говорил два момента, чтобы разрушить дела дьявола. Что это имеется в виду? Дьявол взял над человеком власть. Он им руководит. Он манипулирует. Он, помните, я проповедовал про похоть, легко может с желаниями склонить, направить человека. И человека нету власти. Он гоняется за грехом. Или, точнее, грех его гоняет. И заставляет его каждый день снова и снова и снова грешить. Сатана вдохновляет человека снова и снова на грех. И Писание говорит, что это есть власть сатаны. Иисус пришел разрушить дела дьявола. Слово разрушить, оно еще имеет такой смысл освободить, расторгнуть, развязать. Вот эту власть сатаны он может разорвать и разорвал над человеком. Теперь человек свободен, он может выбрать и другое. И второе. Он пришел, чтобы взять грехи наши, Иоанн говорит. Посмотрите, не все списано на сатану. Вот сатана такой-сякой. Он пришел взять грехи чьи? Сатаны наши. Человек сам виноват теперь. Он пошел на поводу сатаны. И он теперь уже сам грешит. У него есть свои грехи. И Иисус пришел взять грехи. А вместе с этим и все-все, что унаследовало состояние от греха. Вот этот гнет, вот эта тяжесть. Вот страшно на Бога посмотреть. Ненавидишь людей и так дальше. Это все именно связано с этим грехом. Итак, вот эти два действия. Расторгнуть оковы дьявола и взять грех с его последствиями человека. И теперь человек свободен, он может выбрать другую природу, Божью. Вот смотрите, как написано. К тем, кто ходит во свете. О чем помышлять? Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего. О горнем помышляйте. О горнем имеется в виду о высоком буквально. Ну что значит о высоком? То есть мне нужно выйти вот так голову поднять вверх как-то. Или что значит о высоком? Там сказано, где Христос сидит. То есть это связано с Богом. У человека, представляете, мысли к Богу. Он утром встает, и ему понятно, что хорошо бы сейчас почитать Слово. И чтобы день прошел вот абсолютно без каких-то рассуждений, без абсолютно всяких молитв. Про себя, не про себя там. Вообще, в целом, свободен от Бога абсолютно. Это вообще дико так. Для тех, кто в Иисусе Христе находится, у них по-другому о горнем помышлять, а не о земном. О земном можно сказать о низком, или можно сказать, мыслить стандартными мира. Но я хочу вывод теперь подвести. Вот именно с рождением Иисуса Христа, с Его явлением, теперь стало возможным оставить прежнюю греховную жизнь, уйти от сатаны. Распрощаться с этим отцом. Пойти к Богу, сдаться Ему в плен. Стать Детем Божьим. И Бог принимает тех, кто это добровольно принимает, или хочет этого. Кому опротивил грех? Кто устал бегать по зову сатаны? Кто желает жить во свете? Кто устал ходить под этим гнетом осуждения? Кто хотел бы молиться к Богу? И Бог бы его слышал? Кто хотел бы иметь другое состояние любить людей? Не быть злым? И так далее. Это стало возможным именно с приходом Иисуса Христа. Для тех, кто уже сегодня является Детем Божьим, Иоанн так начинает эту главу. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть Детьми Божьими. Возлюбленные, мы теперь Дети Божьи. Я думаю, что Он здесь восклицает, говорит, смотрите, рассмотрите это. Порассуждайте вообще, что за чудо произошло, как мы поменялись. Отношение к Богу, отношение к братьям, внутри мысли, состояние греха. Потом власть сатаны. Посмотрите, сколько перемен уже в нас произошло. А что дальше? Надежда на встречу. И мы этого ожидаем. Что произойдет там, когда мы встретимся? Мы станем совершенно подобны Ему. То есть, еще произойдут перемены какие-то. Глобальные перемены в нашем естестве. И это совершенно другая надежда и совершенно другой путь. Я еще раз повторю этот текст. Иисус Христос явился, чтобы взять грехи наши, и еще явился, чтобы разрушить дела дьявола. Вот для этого Он пришел. Мы сейчас склонимся, у кого есть благодарность, поблагодарим. Кто бы хотел на эту сторону встать, чтобы природа поменялась, была другая генетика, Божья природа, тоже так же можно призывать сегодня Бога. Мы помолимся. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok